Всем привет, с вами Тони Мосс, Мюзик Академия. Сегодня у нас в гостях джей Деннис Ли. Привет, как настроение, как было? Денис, отлично. Добрался опять до Москвы. Всегда рад сюда приехать, всегда рад, когда меня сюда приключают. Где играешь сегодня? Сегодня играю в артисте, и вот с тобой всякие разные новинки из старой доброй Германии, из которой вся музыка, собственно, исходит, чтобы хоть кто-то сюда что-то новое ввозил. Да, супер, супер. Расскажи о творческом пути, ты сам из Германии, с чего началось, как все занималось, какие планы на будущие перспективы? Да, я действительно стал из Германии, я родился в городе Таллинн, но потом, когда был совсем маленький, я приехал в Германию и там вырос. И джей из Киппута, наверное, это в 97-98 году, еще с хип-хопа. Самое-самое начало первое, я так говорю. Да, с Венилов, естественно, и с тех пор зацепило. Ну, постепенно перешел на хаус-музыку после переезда в Штаты, где хип-хоповые диджеи, белые, точно никому не нужны были. И тут я для себя однажды заметил, что на обратной стороне пластинок очень часто бывает другая версия, написанная в скопах, хаус-музык, и стал интересен, что это такое. И вот там в клубе, в котором я играл, я начал последние полчаса, потом 45 минут, потом час, играть только эти хаус-музык, и это собрало свою публику дальше. И так я перешел, в общем-то, на хаус-музыке, ну, где-то вот в 99-2000 год. Боже мой, 14 лет. Слушай, а где играешь? Ты интернациональный диджей, не только в России, в Италии. Играю везде. Это и Германия, это и Франция, это и Италия, это Штаты, это... В России было очень много, вообще, такие города видел в России, я даже не знал об их существовать. Какое было самое яркое впечатление в России, может быть, ну, или, наоборот, в Москве, и где в Москве, расскажи, где понравилось. Яркий, наверное, где же это было? Где-то в России. В Сибири, где-то, да. Нет, я, кстати, был в Хабаровске, где-то, вот это было тоже прикольно. Я, кстати, в Хабаровске я приготовил такой... Хабаровске, но сейчас глубокое. Кстати, это был сумасшедший, я 2-го января, нет, 1-го января, отыграв в Сопор, я улетел в Хабаровске. У меня во времени все вот так вот было вообще. Но я об этом речь, я приготовил очень пасовый сет, потому что думал, в Хабаровске никто ничего не понимает. И когда я приехал в Супку, слышал там такой очень серьезный текст, пришлось X-Prom там сразу что-то новое придумывать. Это было прикольно. Но вот самая смешная история, она была, я даже не помню, где-то, где-то в России, Где-то в России. Где-то в России. Поехали. И был очень, очень хороший booking, причем организаторы не торговались как обычно. Поплатили сразу же всю сумму. И когда я пришел, и мне хотели показать гордо это место, я выхожу так из этих кулис сзади, как с обратной стороны, и понимаю, что это ресторан. Столы так стоят и здесь. Ну я спрашиваю, а потом как, что это, так будет? Мне говорят, нет, нет, все будет совсем по-другому, все будет классно. Ну приходит мое время, там 2 часа ночи, я слышу так, ну где-то кучу, там, слышу, там музыка играет, думаю, ну все, классно. Покажу, а там стоят точно так же все эти столы, сидят люди, которые так вот режут мясо, пишут. И смотрят так вот на меня. Ну и я... Покачал, тусанул, поел. Такая нелепая ситуация была для меня, наверное, просто один раз в жизни. Я не знал, что мне делать. Весело там. Что делал, что делал? Ничего, что, отыграл сет как надо. Ну и поел, да? Ну потом поел. Да, ладно, можно было прям так вот. В принципе, я мог тоже заказать себе так, между, между, прям, она... Под носик там, прям на деку. Слушай, вот сегодня у артистов, после этого, куда поедешь? Слушай, меня... Я не знаю, в общем, меня позвали еще в пару мест, но я не знаю точно будет ли все это, потому что это такое спонтанное решение, я приехал и просто вот... А давай ты тут же подъедешь туда. Ну как бы, мы все знаем, что все любят очень много разговаривать, Ну, сначала у артистов, потом, ну, в конце концов, наверное, заеду в гости на коншу. Каждый раз этим заканчивается, для этого. Денис, спасибо тебе огромное за интервью. Рады тебя будет здесь видеть. Может быть, сегодня что-нибудь еще сыграем. И... Ну, конечно. Всем пока. Тони Мосс, Мюзик Академ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова